Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаю я рубиться в Трудоград. В этом видосе я отправлюсь на локацию Большая Пещера и расскажу, как лучше выполнить квест на краю пропасти. Также я покажу вам, как получить очередное достижение под названием Террорист. Друзья, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал Финансово. Ссылка на донат в описании под видео. После того, как я выполнил три задания министра Воронина и отдал ему записку с шифром, прошлый 60-й видос, ссылка появится сверху, Воронин сказал мне зайти через сутки. Дальше, чтобы получить доступ к рельсотрону, он попросил меня выполнить последнее четвертое задание под названием «На краю пропасти». В записке с шифром было указано место укрытия лейтенантов северян. Воронин уже отправил туда отряд, и мне нужно сходить и помочь им. Локация Большая Пещера находится за городом. Попасть туда можно из деревни Раздоры. Важно, после того, как вы войдете в пещеру, начнется полномасштабное наступление северян. Все локации поменяются, и многие места будут недоступны. Очень важно, если вы еще не выполнили какое-то задание, нужно выполнить его до входа в пещеру. После этого все незавершенные квесты будут недоступны. Перед входом валяются ящики. Но в принципе в них нет ничего интересного. Значит, смотрите, в пещеру можно прийти и до взятия квеста у Воронина. Если прийти сюда раньше, то тут будет логово вампиров. Ради опыта можно прийти сюда заранее и их вольнуть. После взятия квеста на краю пропасти в пещере будут северяне. При входе будет ролик, в котором можно обнаружить трупы убитых людей Воронина. После этого будет диалог с главарем по прозвищу Пугач. Я покажу вам все варианты завершения диалога. Все они интересные. Значит, смотрите, если вы хотите получить достижение под названием террорист, нужно встать на сторону северян. В диалоге использую харизму. Говорю, что я на вашей стороне и что я по поручению. На вопрос, кто меня послал, говорю, что милюта. Важно имейте в виду, что в этом случае Искра или Лейтенант Разин покинут вашу команду. Дальше спрашиваю у Пугача, что мне нужно сделать. Он дает мне бомбу и говорит, что ее нужно заложить возле генератора на локации КПП. После этого северяне начнут разговор, из которого можно выяснить, что именно они убили моего напарника Фиделя из постапокалипсиса. Ну, естественно, их за это нужно, конечно же, пустить в расход. В диалоге, допустим, можно использовать ловкость. Делаю пару перекатов, перехватываю инициативу и в бою хожу первым. Значит, смотрите, если вы, как и я, не хотите переходить на сторону северян, но хотите получить ачивку террорист, можно перед входом в пещеру сохраниться, сходить на локацию КПП, заложить бомбу, получить достижение, перезагрузиться и играть за защитников Трудограда. В этом случае, в разговоре выгоднее использовать силу. Затем, допустим, можно использовать удачу. Она должна быть не меньше девяти. Один из людей Воронина окажется живым. Поднимется и расстреляет противников из пулемета. За этот вариант можно получить 2 600 опыта. Неплохая тема использовать выживание, рукопашный бой и ловкость. В этом случае можно убить несколько бандитов до боя секретными приемчиками и ударами. В этом варианте можно получить порядка 2 200 опыта. Но я решил использовать в бою просто рукопашный бой. Мне показалось это эффектней. Мой удар содрал с лица пугача кожу и раскроил череп. Остальных противников добиваем вручную. За этот вариант можно получить 1 800 очков опыта. Но в принципе, учитывая опыт за убитых противников, в итоге сумма ЛП со всех перечисленных мной вариантов будет приблизительно одинаковая. Так что, что выбрать все равно. С трупов есть смысл забрать только нужные по калибру бронебойные патроны и стимуляторы. Пушки продавать больше некому и девать некуда. Не стоит их брать вообще. В правой части пещеры есть секретная комната. Туда можно попасть, взорвав завал гранатой или пробить его рывком силовой брони. Здесь спрятаны патроны, хавчик. В одном из шкафов нелинейный сканер. За ним, конечно, можно прийти и в начале игры. Но я просто не хотел с ним ходить. Меня напрягает вот это его тиканье. В другом шкафчике блок прорыв. Хорошая деталь для силовой брони. После выхода из пещеры сработает рация. Радисчукин из атома пробьет обстановку и скажет направляться к Рельсотрону. После выхода на глобальную карту Трудоград будет пылать огнем. Идти можно только в определенном направлении. Все локации кардинально поменяются. И везде будут происходить бои между северянами и защитниками Трудограда. Можно стать на чью-либо сторону и помочь в бою ради опыта. Ну, конечно, в зависимости от того, какой вариант диалога вы выбрали в пещере при разговоре с Пугачоком. Но, в принципе, в бои можно вообще не встревать. Почти везде есть возможность пройти их стороной. На локации пригород будет развилка. Можно идти сразу на улицу Колотушкина, а можно сходить в трактир Михалыча. А затем в порт. Перестрелять там помочь всем ради опыта. Ну, или хотя бы посмотреть, как там поменялись локации. Тоже, в принципе, интересненько. После зачистки порта иду на улицу Колотушкина. После этого на локацию КПП. Значит, смотрите. Если вы встали на сторону северян, на КПП вас будет ожидать отряд защитников Трудограда. Противники, они не сильные. После их уничтожения в домике с генератором нужно заложить бомбу, полученную от Пугача. Получают достижения террорист и 2900 опыта. После этого можно перезагрузиться и играть за Трудоградцев. Но если вы все-таки решили выбрать игру за северян, то на локации Седьмое Небо вас будет ждать еще один более сильный отряд защитников. Двое из них в силовой броне. Лучше, конечно, в бою выманивать противников из-под купола наружу, занять позицию около входа и расстреливать их. Я же в этом прохождении решил играть за защитников Трудограда, поэтому откатил в сохранение. На КПП будет отряд противников и отряд милиции. У противников есть мутанты. После их уничтожения иду на Седьмое Небо. Вход будет свободным. Чтобы спуститься к рельсотрону, нужно пройти к лифту в здание справа. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. В следующем видосе буду уже шерстить бункер, где находится рельсотрон. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.